Доброе утро! Доброе утро! Сонечка! Доброе утро, малыш! Она сейчас так смеялась! Я их тут сейчас обоих по очереди целовала, жмякала. Кирка, сегодня звонили уже два раза в дверь, и она ни разу не лаяла. Она обычно просто как истеричка орёт. Кир, ты прям вообще... Ты самообучаемая, что ли? А? Может, ты ещё в туалет сама научишься дома ходить? Былочка! Привет! Привет, Ули! Пришёл тебе новый спальный мешок! Сейчас покажу вам. Мне кажется, правда, что он маленький. Ну, не маленький. Он сейчас ей как раз, но он быстро станет маленький. Но другой был на 20 сантиметров больше. Пришёл вот такой вот спальный мешок. Смотрите, тут можно открыть. Это... 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 Это что это такое? Блин, капец, Кира! Нельзя! В общем, можно вот здесь вот закрыть, и будет как бы... Как бы такой комбез, да, с двумя ножками. А можно вот здесь посередине закрыть, и будет как обычный спальный мешок. Просто тот спальный мешок, который я купила, тёплый, он очень тёплый. Тот другой, который не тёплый, он уже... Ей маленький впритык, прям до ног. Уже, ну, она из него выросла. И вот я заказала 70 сантиметров. Не знаю, я почитала, как выбирать, и решила, что нужен этот. Вот, до конца ещё сантиметров 10 остаётся. Ну, вроде бы сейчас как раз, да? Но она же быстро растёт. Смотрите, вот я положила. Сейчас будет как раз. Ммм, Сонь, хватит тебе такой мешок? И вот думаю... То есть он здесь хэбэ, а здесь такой ещё утолщённый. И думаю просто одевать ей ботик с коротким рукавом. И вот в этот мешок. Потому что он с рукавами, посмотрим. В общем, я сегодня... Кирочка. Я сегодня положу её в неё. И посмотрим, как она поспит ночь. Не вспотеет ли всё, ли будет хорошо. Ну, чего ты ноешь, а? Чего ты ноешь? Ты тоже хочешь мешок? Ты тоже хочешь мешок? Я тебе дам Сонинка, из которого она выросла. Хочешь? Будешь спать в мешке. Всё. Так, давайте откроем третью коробочку. Не буду показывать себя. Потому что я сейчас выгляжу ужасно. Так, вот номер три. Номер три. Нёрдс Строугры. Так, что это? Вот такая штучка. Давайте посмотрим. Ой! Интересно, это конфетки или жвачки? Вот так вот это выглядит. Какие-то шарики. Ммм. 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 Вкусно. Ммм. Чисненькие. Блин, очень вкусно. Класс. Такие сладко-кислые. И так прикольно во рту лежат такие вот мелкие шарики. Шарики. Ммм. Класс. Мне нравится. Класс. Сейчас позавтраку, потом доем. На завтрак у меня, кстати, блинка вкусно. На завтрак у меня два бутика булочки с рыбкой. Сейчас съем и надо пойти погулять. Нет. Рэпер Уплady. Неалов gas. Класс. Класс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мерю еще раз этот пуховик, и сейчас гулять иду. Вот ботиночки. Но не, все-таки тот лучше. Все-таки тот лучше. Слушайте, может в нем сходить? Мне надо срочно в магазин, потому что у меня вообще нечего кушать. И просто пустой холодильник уже как неделю. Я не знаю, что я ела всю эту неделю. Ну, родители была, а так не знаю. Ребята, смотрите, как классно. Елочка, идет снег. Все падает в зонтик. И там уходит вниз, и опять по трубе сверху. Я хочу такое, где они взяли. Прикольно, как красиво. И вот этот мне тоже нравится, венок. И вот, посмотрите, у дедушки летят. С коньками. Просто бомба. Ну, елочка, это что-то с чем-то. Вот это класс. Вообще прикольно. У меня тут в магазине, а с недавних пор есть такой американский уголок. В общем, тут всякие американские продукты. Вот эти, например, вкусные. С пинатбаттер. Вот, посмотрите, что я нашла. То, что у меня сегодня было в адвент-календаре. Я их сейчас возьму. Класс. О-о-о, пришла с улицы. Я прошлась-таки в том пуховике. И он ужасный. С него полез со всех сторон пух. Я в шоке. Покажу вам, что купила. Хлеб. Я зашла в магазин, думаю, так, надо купить еды, надо купить еды. И нечего кушать, нечего кушать. Я купила всякой дребедей, не только еды. Ну, на завтрак, да. Масло. У меня даже масло кончилось. У меня в холодильнике лежит только сырой перчик. Кири еду. Да-да, опять еду Кири. Блин, сейчас читала комментарии. Когда отдавала все комментарии, какая я плохая и зачем я отдаю. Когда я забрала. Юля, зачем ты забрала? Отдай обратно родителям. Ребенок будет ползать по этому говну все класть в рот. Ну, прочитала пару комментариев, кто рад, что я вернула собаку. Но большинство, что зря я это сделала, это в очередной раз показывает, что всем не угодишь, да и не надо. Поэтому слушайте только себя. Как вы считаете нужным, так и делайте. Так, дальше бананы. А, еще также мне там писали, что зачем тренер, попробуй сама. Попробуй сама, есть специальные капли. Естественно, я пробовала сама. Прежде чем отдать Киру, естественно, попробовала. Все. Я не просто так с двух-то барахта отдала. Я сначала все попробовала, все обдумала и только потом отдала. Я пробовала сама, мне не получилось. Вот, это первое. Второе, тоже мне говорили, что может быть взять кого-то, кто будет ходить с собачкой. Это мне неудобно. Мне нужно приучить к пеленке не для того, чтобы она с утра до вечера ходила на пеленку. Я собираюсь гулять дальше со своей собакой. Мне нужно, и я об этом тоже сказала в том видео, на крайний случай, на всякий случай, что если у меня не получится погулять, чтобы я не нервничала, да. Если вот ситуация, возьмем ситуацию. Я просыпаюсь к врачу ехать. Например, я плохо спала ночь, потому что, например, Соня просыпалась. Я просыпаюсь впритык, нам вот-вот выезжать. Или даже я просыпаюсь не впритык, собираюсь идти гулять с Кирой. Но Соня мне не дает, потому что хнычит или еще что-то. И тут нам уже выезжать, и я не успеваю гулять с Кирой. Придет кто-то на выгул. И куда он ее вернет, если меня не будет дома? То есть это не вариант гулять с собакой. Я могу сама с ней гулять. Мне нужно это на крайний случай. Вот как, например, один из таких, который я сейчас описала, да. Или там, я не знаю, я вот лежу дома, к вечеру поднимается температура, я себя плохо чувствую, за окном зима, холодно, у меня температура, еще тут маленького ребенка укладывать, и на доскиры идти. Да, а у меня просто нет сил, и там дождь. Все, я буду знать, что она спокойна. И 12 ночи, да, никто не придет с ней гулять. Я буду знать спокойно, что она сможет, если что, пойти и пописать у себя в уголке. И опять-таки, правильно я сделала, неправильно. Это моя собака, которую я люблю. Я ее отдала, потому что мне было тяжело. За это время я обдумывала, как можно, что можно сделать. Я немножечко успокоилась, у меня как-то рутина наладилась, и я решила попробовать еще раз. Если не получится, если мне будет тяжело, я верну ее родителям, где ей супер хорошо. Если получится, то я ее оставлю, и Соня будет расти собакой, потому что это моя собака, которую я люблю. И ничего страшного, что дети растут собаками. Даже не то, что ничего страшного. Я считаю, что это очень хорошо, когда дети растут животными. Я очень хочу, чтобы мой ребенок рос животными. И я тоже росла с кошками, ничего, жива-здорова, от листов не померла. И вообще полмира так растет. Вот. На этом я тему собаки закрываю, потому что прям буря эмоций вызывает эта тема. Дальше показываю. Значит, вот этот американский уголок я нашла. Чтобы вы понимали, я вообще не пью газированные напитки. Да. У меня от газиков не очень. Ну, как-то вот здесь не становится не очень хорошо. Но иногда, крайне редко, я могу себе позволить. Иногда вдруг с бухты-барахты мне хочется. И я решила купить фанту в дозе. Сто лет не пила из дозы, наверное, ну, реально, блин, 10 лет, может. И тут такая фанта, чупа-чуп, страубери, крим, флейва. Вот есть люди, которые кучу разных напитков пробуют, находят свои любимые. Я нет. Мои любимые напитки это вода. Раньше было вино. Я пью воду. Ну, чай могу, черный чай. Все. Давайте прям сейчас и попробуем, кстати. Ну, пахнет чупа-чупсом реально. Я просто пить хочу. Не, этот кремовый вкус чувствуется. Это чупа-чупс, вкус чупа-чупса, который я не люблю. Не понравилось мне. Какой-то кремовый вкус, немножко как у йогурта, не подходит к газам. Йогурт взяла один. Почему? Ну, блин, тяжело было. Я три пакета принесла. Вот раз, вон два, вон три. И коляску в тоне, да, поэтому... Дальше я взяла сыр и колбасу. Вот такую комбинацию. Я просто так не ем такую колбасу и такой сыр. Эту комбинацию беру только для горячих бутербродов. Помидоры, я взяла помидоры, окей. Хлеб, помидоры, колбаса, сыр. И в микроволновку. На завтрак, пачку-то. И вот эти вот нёртс. Три штуки, одна, наверное, в этом пакете. Только я сказала, представляете, в этом адвент-календаре. И вот, пожалуйста, нашла в магазине, в американском отделе. Я взяла три разные, больше там не было. Давайте сразу попробуем. Пич. Пич, это у нас персик же. Тут, короче, можно либо с одной стороны открывать, либо с другой, либо посередине, чтобы миксовать. А здесь вайлдберри. Вайлдберри и пич. Сначала оранжевый попробуем. Пич. Ух ты ж, блин. Е296, Е903, 132, 133. Все Ешки тут собрали. Офигеть. Е102 и Е129 могут, если давать это детям, их внимание как-то нарушать, не нарушать, не пойму. И в 100 грамм 400 калорий. Короче, ребята, это супер фигня. Вкусно, конечно, очень вкусно. Мне прям нравится такое. Вы, конечно, можете поесть так для пробы, как и я. Но все время это есть не советую. Вот я почитала тут состав, и это, конечно, жесть. Вот те розовые, которые у меня были в коробке, были вкуснее. Ну что ж, вкусно. Ммм, да эти синенькие вкусные. С кислинкой. Короче, чисто на пробу, реально. Потому что я кормлю. Но, конечно, в таких количествах ничего не будет. Но все равно. Так, красненькие. Красненькие это watermelon и apple. Арбуз с яблоком. У меня уже смешались вкусы. Блин, они плюс-минус все одинаковые. Когда вот эта сладость проходит, вкусовая. Дальше идет кислота. И кислота, ммм, прикольно. Ммм, блин, такая прикольная штука. Я не знаю, мне очень нравится. Все. Убираем их. Физалис. Физалис. Ну, блин, сейчас после этих будет не вкусно, наверное. Вкусные. Ммм, люблю их. Три персика. Три персика на пробу, вкусные или нет. Колбаса, фурк-кор. Айва. Айва. Виноград. Моцарелла. Моцарелла light, да, которая я люблю light. А вкусные мне вкуснее. Разноцветные помидорки. А, и зашла я в ДМ. Это уже не продуктовый. Ну, тут тоже есть продукты. Парочку. Это сушеные яблочки. Очень вкусные. Тут раз брала, мне понравились. Черный чай. Салфетки, наконец-то. У меня кончились дома вот эти салфетки. Я без них просто не могу. Они у меня расставлены везде. По всей моей огромной хате. На кухне, на пеленальном столике. У кровати. И когда их нет, я просто хожу и думаю, а что где? У меня везде, где я сижу или нахожусь, должно быть салфетки, вода и розетка с зарядным устройством. Уже, которое там есть. Поэтому у меня у кровати торчит зарядное устройство. На диване и на кресле. И одна на кухне. Водичка тоже стоит на кухне. У кровати и у дивана. И точно так же салфетка. Если где-то что-то заканчивается, у меня паника. Да нет, не паника, но... Так, вот эти салфетки. 99% воды без всяких отдушек для Киры. Для лап. Еще, еще, еще салфеточки. И я нашла там в Деме такую штучку классную. Она с двух лет. Но я так залипла на нее. Вот такая вот... Даже не знаю, что это. Рейгенштаб. Дождевой ствол. И внутри железные шарики. Смотрите. Залипалово. Шум дождя. Что я вам в коробке показываю? Блин, какая классная. О, это АСМР. Класс. Блин, я прям залипаю. Было бы еще медленно. Не так, тык-тык-тык. Было бы классно. Такой звук приятный. Я не знаю, вам на камеру может быть громко. Класс. Не знаю, зачем эта штука. Продавала в детском отделе, естественно. Может быть, Соне потом понравится. Пойдемте экспериментируем. Ребенок. Смотри. Смотри. Ух ты. Сонь. Тебе тут не жарко? А? Давай я выключу батарею. А то я тут включила, чтобы чуть-чуть согреться. Смотри, согрелась. Ты такая красная выглядишь? Но это из-за костюмчика отражается как-то на камере. Вот так смотрю, вроде не красная. Как вам ее костюмчик? Олененок. Олененок я. Олененок я. Соня, смотри. Нравится? Зайчик мой. Нравится? Ты мой зайчик. Ты мой малыш. Ух ты. Мам, скажи, что это? Не, мам, вот камера мне гораздо интересней. Гораздо интересней. Кир, а ты ж там что? Забрала мою пижаму. Вон майка торчит. Вот пижама с кровати. Утащила все, да? Мой зайчик. Мои зайки тут. Так, ребят, вот посмотрите. Видите вот эти белые штуки? Это полез пух. Просто пух стал вылазить. Я просто его надела и прошлась. Ну, это же бред. Что это за качество? Ужас. За сколько он? 250 стоил? Ну, окей, там для пуховика не такая уж и огромная цена, но все равно. Но все равно. За вот это? Да. Так что вот это вот хуё. Теперь я понимаю, почему так называется. Не надо брать. Ужас. Посмотрите, что стало с моим свитером после этого пуховика. Весь пух на нем. Ужас. Кошмар. Очень не советую вам пуховики. Хуё. Сегодня опять тот день, когда я заснула с Соней. Горячий бутерброд, потому что я заснула. Уже ничего не приготовила. А сейчас готовить уже нет смысла. Уже поздно. Буду готовить завтра. Ребят, буду с вами прощаться. Надо будет вещи развесить. Монтировать вложек. И спать. Сегодня спит в новом мешке. Сейчас я ее потрогала везде. Вроде пока нормально. Не вспотела. Не замерзла. Посмотрим. Все, увидимся с вами завтра. Все, пока. Я в Кирочке. Кирюша, скажи пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok